Ах, студия позитивного мышления, Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин, это я. Ах, такая суперкорсовка, ах, такая суперзвезда. В общем, кушаю, в общем, кушаю. Такая вторая серия. Просто у меня огромное количество видео загружено на моем компьютере, вот, и мне пришлось, это видео выключилось. Я это видео сейчас загружаю на мой канал Ютуба Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин. Вот, ну и продолжаю кушать. В общем, сейчас 14 часов 21 минута, 30 января 2021 год. Так что и, на чем я там остановилась? Я, в общем, про Хилтон Хэд, рассказывала про Хилтон Хэд. Было это 15, 15 лет назад, 15 лет назад. Мы с Перри, Виталия. Можно сказать, на юбилей, на юбилей его родителей, которые отмечали, в общем, 50 лет совместной жизни. Дональд и Стелла. Я сейчас стала говорить про то платье. Фотография, но фотография там сделана в этом платье на фикс-эсэкске, но рост-бунте в коннектику. Это мое художественное селфи. Я эти фотографии делала сама. Так что вот, я просто рассказываю там о тех фотографиях, которые я загрузила сегодня на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Старипудин через дефис. Вот. Мои американские фотографии. И дальше идем. То есть там есть фотографии, которые сделаны 15 лет назад. Это мои американские фотографии. Вот. Ну, чуть позже там, чуть позже, там 2007-2008 год. Ну, так же на фикс-эсэкске муроу в Бунтелл-Коннектику. И фотография там сделана, что я в Лас-Вега слетала, в Лас-Вега в 2009 фотографию. Потом в 2008 год я в Гранд-Тотеле Европа эту фотографию загрузила. А так же эксклюзивный дизайн. Я такой арт-дизайнер. Татьяна Салмановна Мактума, Сейфудин, это я. В общем, мои такие дизайнерские проекты. Мой эллинг, половина дома-участка, международная 20, Санкт-Петербург, поселок Белоостров. Вот здесь, в моей квартире, там эти фотографии. И мои мэринги. Санкт-Петербург, Петродворец, Менделеевская, Дума-1, Литера-М, Курпус-9В, Эллин-24. Такое яркое. Автор книги была Александрова Татьяна Юрьевна. 46 лет. Официально поменяла мое имя, отчество, фамилию. Татьяна Салмановна Мактума, Сейфудин, в 2017 году. Кто-то рассказывал. Видео там загрузила. Потом я загрузила видео, ну вот, ремонт, ремонт эллинга. Вот, потом загрузила еще видео. Я в моем мэринге. Я в моем мэринге. 2018 год и начало 2019 года. В моем мэринге. Ну и стала загружать, конечно, вот эти вот, читать там брендирование, а так стала загружать, вообще там у меня огромное количество видео еще не загружено. Вообще я засняла больше 20 тысяч видео. 5 тысяч видео, больше 5 тысяч видео я загрузила на два мои канала Ютуба. Татьяна Салмановна, Мактон Сайфудин на русском, на английском языке. Больше 5 тысяч видео, на каждом видео я. Показывает компьютер две минуты, осталось загрузки. Видимо, он должен загрузиться очень скоро. И осталось загружать вот такие мои зимние. Видео, на 2018 год. Смотрите, разговор на Ашсарову, с этим, со Стенингом. Со Стенингом. Хотя разговор очень странный. Председатель кооператива Стенинг, Вадим Периксович, так же, как и Арвов. У меня они рады, не спрашивали. Замужем я, не замужем. А чтобы делать какие-то дальнеидущие выводы, что я, как он там сказал, жена иностранного гражданина, или что там такое. Ну да, я думаю, я, конечно, была женой Перри Максвотт-Дански, но это было очень давно. Мы с ним развелись в 2008 году. А с тех пор я официально не была замужем. Я официально не замужем. Я вам могу показать. И детей у меня тоже официально нет. Вот и моя, у меня здесь прописано. В этой квартире 30 лет здесь прописано. 24 года жил постоянно. Что же там? Как не родить тут, в страницах. Воинская обязанность, семейное положение, 14-я страница. Вот, 14-я страница, семейное положение. Вот страница, другая моего паспорта. Что тут еще? Дальше. Вы поняли, да? Может быть, конечно, и уместно было бы с Теннингу шутить. Вы слышали на этом видео? Я даже, честно говоря, когда я его так послушала, даже, честно говоря, не совсем поняла, что он имеет в виду. Конечно, знаете, вот грант. У меня есть грант, который я деньги послала в Америку. Знаете, там, это факт, как я говорю. Я не жду 10 миллионов долларов, это факт. Когда я там прочитала, что это значит, я как бы не жду, там, от них денег. Ну, это понятно, понимаете. Я еще сценарист, пишу сценарий для фильмов. Хочу, знаете, это Голливуды за большие гонорары, быть великой актрисой, певицей. Это понятно. Вот. Ну, и бумажку там могли, конечно, заслать какую-то, там, типа, грант. Но когда я там, они отключили мне вот это электричество несколько раунд, я сидела в холодном эринге. Понимаете, шутки, что, вы знаете, вы сразу пишите Дональду Трампу или что-то в этом роде. Это звучало просто, не знаю, как что, как издевательство. Ну, не наполнить же он серьезно это говорил, да? Я не знаю, он, наверное, как бы шутил. Это, наверное, была какая-то такая вот это вот, по типу, вы там замерзаете в этом эринге, напишите Трампу. По типу издевательства. Я так поняла. А как иначе? Ну, одно дело там пошутить, когда как бы все нормально, ну, знаете, там какой-то черный юмор. Понимаете, что-то там такое, сделать какой-то черный юмор, но как-то когда-то, знаете, вот это. А когда он знал, что я там в этом холодном эринге греюсь на улице, шутить по поводу Трампа, в общем, вы поняли, да? И говорить об этом серьезно тоже как-то совершенно не приходит. Вот когда его в суд вызовут, будет вот объяснять, что он имел в виду. Шутил он так, издевался, наверное. Он, наверное, еще и издевался, да, вот это вот. Отключил мне электричество, чтобы я там вот это вот. И еще издевался, пришел по типу вот этого. Скажите, ему интересно. Пишите сразу Трампу. Это, наверное, садизм с особой жестокостью? Какая-нибудь такая статья? Так что я вам там загрузила, что я там вызывала службу газом, мне там газом пахло, загрузила себя в этой шелтой шубе. Так что, Ирина, у меня огромное количество видео. У меня огромное количество видео, что я там гуляю на территории кооператива, Марина, еще не все, я не все загрузила еще видео. Но имейте в виду, что это я. Я вам рассказываю издалека 15 лет назад, имейте в виду, что это я. Я была замужем за Перри Максвелла Дански. Вы поняли, да, эту цепочку я провожу. А если я бывшая жена Перри Максвелла Дански, в документах в американских консульствах можно посмотреть. Вот, я здесь прописана, в этой самой квартире, комендантке 32192, Санкт-Петербург, Россия. Очень давно, 30 лет. Живу 24 года постоянно, вы поняли, да? Вот такие вот дела. Плавным, да, это вот это вот. Закончила я юрфак в 1997 году. Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Работала в журнале правоведения, машинисткой. Но об этом я уже неоткратно говорила. Повторяю еще раз, быстренько. Вот на суде будут объяснять. Я их специально заснимала. Все, что могла, я все засняла. И выкладываю я с таким вот этим, потому что им держать ответ. Я же вам пишу. Читайте там брендирование. Читайте. Я вам еще тоже покажу. Видели мое американское видео? Я такая в золотом платье в Америке. Говорю про омоложение, молодость. Мой такой видеосеминар. Так что вот, это вот, как говорится, по-моему, даже на два мои канала я сгрузила это видео. Это для чего я вам рассказываю, показываю все это, все это показываю. Ну, для того, что вот. Я вам еще раз объясняю. Написано было два раза. Два раза было заявление написано. Соседей на площадке подписано. И ниже этажом, и первым этажом. Так что вот, это все документы можно понять. Я в летней думала, что это куда-то отделалось. Вот сюда приезжали, вызывали вот эту бригаду из Скворцова-Степанова. В середину июля, посередину сентября 2019 года я была в Скворцово-Степаново. Так что вот, в психиатрической больнице. И в прошлом году, с 29 июня по 9 сентября. И в Скворцово-Степаново, и в Кащенко. Для чего я это все заснимаю? Защиту моей чести и моего достоинства. Показываю. Почему я показала и Диму как-то. Может быть, знаете, там какая-то футболка такая, не совсем такая. Но вы особо там это не присматриваете, футболки там. Ну, в общем, как-то вот это. Ну, и Дениса Костина, и Диму Егорова я показала. Чего я показала? Я бы не стала, конечно, может быть, выкладывать, знаете, вот их. Что они вот все лето работали. Знаете, я вот делала ремонт эллинга. И зачем? В общем, занимались летом 2017 года. Вот целое лето занималась ремонтом, дизайном моего эллинга. Так что вот, также половина дома, участка. Ну, в начале 2017 года я начала. Павел Сударкиным я заключила договор в феврале 2017 года. В моей квартире на Дибуновской. А на ремонт моего, на ремонт, на половину моего дома. На ремонт половины моего дома. Так что вот. Также у меня официально был заключен договор и на лошадный дизайн. Тоже по договору. Я обзванивала фирмы, кто мне может снять часть грунта. Вот часть грунта на моей половине участка. Потому что мне нужно было очистить. У меня должна была быть, нужно было меня очистить от этих деревьев, от всего. Что у меня должен быть порядок на половине моего дома и участка. Вот. И там должен быть порядок. Никаких насаждений, ничего. Это понятно, да. И для этого надо было снять часть вот этого грунта. Часть грунта. Снять и песочком. Потом засыпать песочком, чтобы, знаете, как вот это вот. Ну, и порядок. И порядок. Чтобы там никаких огородов. Просто половина дома, половина дома, вот. И участок, знаете, так засыпан. Но все равно, знаете, там со временем эти сорняки наросли. В общем, сорняки, конечно, наросли. Татьяна Сталмановна готовится к судебному заседанию. Вы поняли, да? Если у Татьяны Сталмановны вот суд спросит. Татьяна Сталмановна, а чем вы вот занимались 30 января 2021 года, ну, там, вот в 14 часов полтретьего, полтретьего дня? Татьяна Сталмановна найдет в своей видеотеке видео и скажет, что она может сказать, ну, вспомнить, знаете, что там, ну, в общем сказать. А так Татьяна Сталмановна вот сможет показать видео, чем она занималась. С какими целями Татьяна Сталмановна это все и заснимает? Это понятно? Вот такие вот дела. А вопрос очень серьезный, я уже вам пишу. Я нахожусь дома на реабилитации. Диагноз у меня такой был поставлен по врачебной ошибке в 1997 году, в первом неде, неопатия. Я лечу этот диагноз много лет, 25 лет я поддерживаю мое состояние нетрадиционно. Вы знаете, я ходила годы на сеансы Коновалова. Я уже это объясняла. Я думала, что, еще раз, что ли, объяснить? Понимаете, делаю дыхательные упражнения, понимаете? Самомассаж, понимаете, вот это изучала, как там, вот это китайский массаж, акупунктуру. Я об этом уже неоднократно писала. У меня в этом году будет 49 лет. И я вот так вот, они меня отключили, электричество, я сидела, я обращалась в различные службы. Я обратилась в различные службы, но никто мне не смог помочь. Они отказались мне помочь. В августе 2020 года я переболела тяжелой формой коронавируса. В больнице Скворцова-Степанова и Кащенко. И на фоне моего такого хронического диагноза миопатия, в связи с тем, что я была и в холодной мэринге ночевала, и вот то, что в психбольнице была, травили меня такими таблетками, которые мне совершенно нельзя было принимать. Я уже вам написала уже. Теперь я лечу нетрадиционным способом, так же, как, знаете, мой диагноз миопатии. У меня периодически ужасные боли в желудке, понимаете, в мочевом пузыре. Кто знает, насколько вообще опасен и серьезный диагноз миопатии? Я вам там описала вообще аннотацию. Кому там это интересно? Молодежь, вам интересно? Вы там присоединились к моей, вот это сразу, я выложила там красоту, понимаете, вот эту красоту, яркость. Вы к чему присоединились, что я выложила красивые мои вот эти вот, что я дизайнер? Я официально не работаю. У меня такой диагноз, я официально не работаю. Я занимаюсь творчеством. И выкладываю на мою страницу и в Facebook, и в ВКонтакте, и на страницу YouTube, я, в принципе, еще пиарю себя. Выкладываю мое творчество. Арт-дизайнер, арт-фотограф, блогер, писатель, модельер. Кирпичи мокрым поливом. Мебель крашу, чтобы это красиво. Дизайнер оформляю внутри. Вот это Эйлинг, в общем, у меня различные дизайнерские проекты. Если можно сказать, что это какие-то мои почитатели, какие-то поклонники, моего творчества, они помогли присоединиться, 500 человек, например, 25-го числа. Вот это я понимаю. Они присоединились ко мне, подписчики, например, 25-го числа, 500 человек, ну, предположим, да, и написали бы мне 500 человек. Ой, Татьяна Салмановна, мы вас поздравляем с Татьяниным днем. Мы ваши поклонники, нам нравится ваш лайф-джорнал, ваше творчество. Это другой вопрос. Я подумала, надо же, люди смотрят, им нравится мое творчество. Они присоединились. А я стала выкладывать, знаете, вот эту Эйлинг, красоту, дизайнерские, я даже не поняла. И они там 500 человек присоединились, в общем, ну и что это? Зачем это? Ну, что это надо? Зачем это все? То есть не надо кто-то присоединяться, я же сказала, не надо. Зачем? Если это какие-то люди, которые, правда, там, что-то хорошее, мы вас поздравляем, мы вам здоровья желаем, счастья желаем, чтобы вы были счастливы. Заснимайте еще видео, мы интересуемся позитивным мышлением, заснимайте ролики больше о позитивном мышлении, читайте вашу книгу, нам интересно. Мы желаем, чтобы у вас, вот вы пишете, что какой-то бизнес там стал маном, чтобы все было хорошо, чтобы все удалось, там, золотой бизнес, ну, вот прочитали. Мы желаем вам, чтобы вы, как бы, вот были партнерами, мы вам хорошего желаем. Чтобы вы ездили по миру, преподавали, вы так очень увлекательно рассказываете, я про марафорта вам рассказываю. Тогда бы я понимала, что эти 500 человек желают, хотят, я не знаю, там, увидеть меня на моих, там, не знаю, семинарах, чтобы я еще книги написала, вот, чтобы я хорошие деньги заработала, чтобы я была счастлива. Вы поняли, да? А так не надо, зачем это все? В смысле, вот это, я же удаляю сейчас постепенно, опять, опять, я это вот удаляю, 438 подписчиков, 438, и теперь нужно еще полчаса потратить, чтобы вас от этого удалить. Зачем отнимать мое время? И потом Василий Валерьевич мне сказал, видите, там кто-то ваше видео, кто-то ваше видео, кто-то там один, наверное, досье собирает, смотрите, там кто-то себе там в папочку ваше видео, куда-то там по одному, знаете, там один человек как-то куда-то там вот это вот. Вы, говорит, обратили внимание? Вот это видео, сейчас посмотрим, это видео, это грузило. Вот, 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 вот ч давайте сюда поставлю вам покажи это я фаза это я на видео в шляпе еще время назад на самом деле сижу с понедельника уже с 20 24 по 27 без тепла санкт-петербург 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 5 5 3 3 3 4 4 4 4 5 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 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 9 9 9 9 10 5 5 10 9 10 10 10 10 10 11 9 10 12 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 А это машина. Это машина Дениса Костина. Это я в Америке 15 лет назад. Вот такая вот в таком платье на Хэллоуин. Мы идем с моим лучшим мужем. Это продукты, выкладка продуктов, которые я купила в интернет-магазине за мои наличные деньги. Это Матильдочка. Матильда Телеса Добаси, красотка. Это я с моей кошкой Матильдочкой. Ну, правительство это тоже я. Это как понятно, да, это тоже я. Это я в моей квартире. Здесь Россия, Санкт-Петербург, Комендантский, 32-1-92. Это тоже я. Здесь же в моей квартире. Обратите внимание, какой дизайн. Мой дизайнер. Читайте брендирование. Это вот в той комнате, которая без балкона. Это тоже я. Смотрите, какая красота. Ну, вы поняли, да? Это здесь в коридоре. Дверь это еще не крашеная. Эту дверь ставил Василий Валианович. Вот. Это я. Ну, это тоже я. Ну, это тоже я. В моей квартире. Просто немножко, ну, разные, так скажем. Это Василий Валианович. В той комнате. А посмотрите, какая комната красивая. Смотрите. Желтый потолок, красный пол, зеленые стенки. А та синяя стенка. Вообще просто шикардос. Правда? А это я около двери, которую я ставил. По железной двери, которую я в брендировании написала. Читайте мое брендирование. Это я. Это я на фото. Здесь железные двери, которые я устанавливала за мой счет. Это тоже я. Это я в магазинчике. А это мы с Василием Валиановичем ездили в этот, как называется, МФЦ. Оформлять документы. Это я на фото. Это мужчина, у которого я заказывала окна. Здесь в моей квартире. Имейте в виду. Это я в моей комнате. Ну, вот в этой комнате. В этой комнате я прожила, не знаю, много-много лет, вам бы говорила. Вот. Не вся квартира была. Здесь я жила с Тамарой Петровной, с Юрием Анатольевичем. Имейте это в виду. Ну, я жила вот в этой комнате, которая с балкона. Много лет уже рассказывала. Это я. Тоже я. Вы поняли, да? Я вот в коридоре. Ну, это все. Я внизу, внизу в моей квартире. А это эллинг. Это туалет на втором этаже, на втором этаже моего эллинга. Это я вот для Матильдочки покупала. Вот различные эти штучки для туалета, для Матильдочки. Это Матильда с Ричи, со своим женихом Ричи. Это мой эллинг. Такой эксклюзивный дизайн. Это Матильдочка. Это кирпичи купленные. Все за мной, за мой личный счет. Я сделала этот ремонт, за мой личный счет. А это я. Это на моей половине этого дома я делаю дизайн. Дизайн, такие цветочки, штучки. Ну, это Денис Костин. Заливку делаю. Знаете, порожек, заливку. Все за свой счет я делала. Так что вот. Это Дима Егора с Денисом Костиным. Они вместе, видите, заливку сделают. Знаете, там порожек, знаете, такой рушил. Там все нужно было сделать новое. Все такое было. Это вот эксклюзивный дизайн. Эксклюзивная покраска дверей. В общем, всего. Это, в общем, эксклюзивная покраска. В общем, дизайн, фотографии с ремонтом моего эллинга. Это мотивточка на второй этаж. Такая красотка. Это мой эллинг. Обратите внимание, еще были гаражные ворота. Денис Костин. Это мотивточка на лестнице. Красотка. Ох, да. Это вообще я написала. Кошка, говорящая мотива. Очень умная в медитации. Арт-дизайнер. Контролирует процесс ремонта и дизайна эллинга. Входит в совет директоров Газпрома. Фотографируется и снимается на видео. Только за очень большие гонорары. Фантастические гонорары. В общем, Голливуды отдыхают. А так, шерсть по нанотехнологиям, усы голонасу. Мечтает заработать денег на большой дом для себя со своим женихом, котом Ричи. А это эксклюзивный дизайн двери. Я как бы вот сказала, как нужно сделать. Вы поняли, да? А в общем, вот как нужно вот это вот, что это, белое надо, вот это. Вот как бы я объяснила. А Дима, видите, Дима делал. Дима делал, там еще все эти, Дима красит. Так что вот, так что Дима может, понимаете? Вот Дима может, знаете, вот Дима же в основном, ну, в общем, как сказать, с Денисом. Знаете, вот они вдвоем. Я так понимаю, вы знаете, что? Они же сделали, я вам там говорю. Я, знаете, вот, я вот на такое видение. Я говорю, знаете, вот эту дверь нужно вот фиолетовую. А теперь нужно вот так вот разделить. Вот это красненьким покрасить. Вот это вот это покрасить, это золотом. И вот это нужно вот так вот сделать. Вот этой краской ее выполнили, да? и смотрела, как получается, а они делали, и гаражные ворота, и лестницу, и весь эринг, так что они могут, ну, потом я уже сделала до дизайна, до дизайна я делала сама, а так они делали, они вдвоем делали такую красоту, значит, получается, раз они это делали, значит, они вдвоем могут сделать такую же красоту кому-то другому, это понятно, да? Ну, в смысле, потому что, ну, потому что, ну, вот так вот, смотрите, какая красота, и эта штучка, и вот там вот этим золотом полить, знаете, а смотрите, как вот этот вот, вот этот цвет фуксистости, и этим золотом, а получилось как, я решила этим золотом поверх вот такие дизайны, потому что это Арлот, он запретил фиолетовым, может быть, у эринг бы по-другому получился, он уже получился, знаете, частями бы он был фиолетовым, он был бы цвета, вот этими, знаете, фуксистости и фиолетовыми, фиолетовым но она сказала что фиолетовым как бы нет и я решила местами фиолетовым сделать вот ответ фуксистости так вот этим золотом как-то вот так вот золотом вот и получил совершеннейшая красота в общем вам показывала за показываем отсюда будет видно ну и нам сами потом посмотрите а в смысле я листаю понимаете вот это вот смотрите какая красота какая дверь была шикарная а вот эти штучки красным красным потом золотым эти полоски ну вы поняли на поближе поставлю к этому поближе то что я то листаю чтобы вам дам как-то поближе на вот это было а вот эти вот эта дверь какая красивая хочет я вам расскажу видеть какая красота то есть дверь я сказал что мы красим дверь тоже они прогрунтовали белом грунтовкой специально грунтовку купили прогрунтовали дверь белом вот и и вот этим вот этим вот я буду дверь тоже красим цвета фуксистости и вот окраску под мои сапоги у меня сапоги такие вот эти были куплены а вот а потом говорю вот эти вот штучки которые идут вот эти такие вот эти вот это мы красим золотом и в эту ручку золотом и в эти все штучки мы золотом красим а чтобы это ровно было там где бумажки нужно вот и это как раз такой момент рабочий момент и когда это Дима делал эту дверь, и когда, знаете, вот он сделал, бумажки эти сняли, мы были так с ним вообще оба удивлены, как-то красиво получилось. Была такая дверь, коричневая, она была коричневого цвета, с другой стороны, ну какая хорошая, коричневая цвета, с другой стороны дерево, вот, натуральное дерево. Ну, когда, вот, правда, мы вот стояли, вот когда Дима покрасил, вот эти бумажки потом сняли, мы стояли и просто удивлялись, насколько это красиво получилось. Как можно просто из фиолетовой, не из фиолетовой, а просто вот из коричневой, из коричневой можно сделать вот это вот, а потом с той стороны, я покрасила так же очень красиво, ну я уж потом сама делала, с той стороны, потом она у меня была фиолетовым с золотом, это я уж сама потом красила. Ну, вот, вы понимаете, да, Вот мои творческие работы. А это я на моей половине дома, на первом этаже. На первом этаже, обратите внимание. Я уже там пишу, читайте, читайте мое бронзирование. Это я, занимаюсь здесь дизайнами. Это тоже я на моей половине участка. Это я в Гранд-Ателе Европа, 2008 год. Вот я написала, это моя строительство ВКонтакте, смотри фото. Татьяна Салмановна Мактун, Саи Фудин, а она же дизайнер. Это я. Это я в Америке. А это, вот видите, как красиво получилось. Как красиво получилось моя половина. Вот с этой дверь цвета фуксистости, с этой штукой, понимаете, это бочка тоже какого-то, она бочка, вот эту я вот тоже говорю, тоже бочку, там, кто-то непонятно, кто поставил, значит, тоже была бочка покрытка, черная была. Вот, эта штука тоже покрашена, колодец там покрашена. Видите, какая красота. Вот, а это я в 2009 году в Лас-Вегасе. А это вот этот дом разваливающийся, как вот он был изначально, вы поняли, да, весь разваливался. Вот. Из такой развалюхи сделалась такая вот красота. Да, это я, это я в Америке, мое художественное селфи, вот. Это такая, это такая у нас тут ванна с моим большим мужем, по-римаксовому дански. То есть, там огромное зеркало, это вход в ванную комнату в нашей спальне на втором этаже. Это тоже я, это я на первом этаже. А это второй этаж, второй этаж, вот в Белоострове, Шерезаруженная 20. Второй этаж покрашен, смотрите, как это оригинально. Оригинальность покраски тех, тот, кто красил. Понимаете, вот, честно говоря, вот разными цветами красили. Оригинальность покраски. Я просто, я написала брендирование, что я им показала, то ли Венецию, то ли где-то там, вот это какие-то такие яркие домики. Яркие, красивые, стоят разноцветные домики. И сказала, только яркие краски. Там это, знаете, вот этот розовый, фиолетовый, там, желтый, синий, зеленый, каком-то лимовый. Вы поняли, это только яркие. Никакого черного, никакого коричневого. В общем, никаких таких вот этих цветов. Никакого бордового. Ну, в общем, только вот эти вот такие вот. Вот. И показала примерно, что нужно. А как они покрасили, это там кто-то, кто-то вот красил на свой вот этот вкус. Понимаете, вот комбинировал там. Потому что я не смотрела. В принципе, мне было не особо, ну, и прохладно было, в такую еще погоду они прохладно это делали. Вот. И, в принципе, для меня это было не особенно важно, в какой последовательности они там вот это покрасят. Вот. Но покрасили очень красиво. То есть, вот тот, кто-то вот там вот, кто там красил, видите, они вот покрасили очень шикарно. Вот. А это вот первый этаж. Первый этаж, смотрите, вот это первый этаж. Такой тоже рабочий момент. Это моя половина. Это окна, я вам сказала, тоже так, чтобы красивенько обвести, так чуть-чуть, чтобы это красивенько было. Вот. А это вот как раз кто-то вот, я знаю, вот кто-то вот, смотрите, вот этот человек явно сушат феном. Они мне даже сказали, было так холодно. А мне еще Павел говорил, может быть, мы чуть-чуть подождем до лета, сейчас так холодно, краска будет долго сохнуть. А я ему сказала, нет, я слишком долго ждала, вот, в принципе, мне нужен там ремонт, мне нужно оформлять документы, мне нужно ремонт делать. Я решила покрасить. Нет. Я, когда я туда приехала, там была такая помойка, просто жут. Мы там с Василием Варьяновичем когда приехали, там была просто помойка, что-то накидано, набросано, какие-то банки, какие-то стекла, какие-то, знаете, вот это вот, треснутые стекла, какие-то вот эти кружки, какие-то вот эти бутылки. Просто помойка. Мы оттуда вывезли, Василий Варьянович вывез два прицепа помойки. И еще с участка, наверное, целую, большую, как это называется, знаете, вот эта огромная машина, которая выводит мусор. Там еще мусора целую вот это, это все с участка вывезли. А я сказала, что там должен быть порядок. Поэтому я решила веселенько покрасить. Я решила, должен быть веселенький цвет. Сейчас я уже вкладываю деньги, плачу за это деньги. Вот, поэтому красили они, конечно, по холоду. И сушили, сушили обогревателями, и сушили феном или чем-то. Они вот этот вот момент вот красят, и вот эти, он там чем-то, вот это, наверное, он сушит чем-то или он красит. В общем, точно, точно не могу сказать. Но было еще холодно. Это был, знаете, вот этот февраль, февраль, начало марта. Это вот ландшафтный дизайн. Это вот этот мусор, вот это все они вывозили. За мой личный счет вывозили, все я платила. Как они называются? Помойные эти машины. Кстати, очень дорого стоят. Это ландшафтный дизайн. Смотрите, все вот эти штуки мне они удалили. Потому что, ну, в общем, как-то вот так. Так, это второй этаж. Это фотография на втором этаже. Тоже очень красиво получилось. На втором этаже моего дома, же дорожные 20. У меня второй, весь второй этаж, это мой, знаете, там такая открытое пространство. Весь второй этаж. Там было две небольшие комнаты. Две небольшие комнаты. Вот. Две небольшие комнаты. Вот. Ну, в общем, как-то вот так я им сказала, чтобы они так вот сделали. А это вот то, что было изначально. Вот. Смотрите, это дом изначально весь разваливался. Просто объясняю. Это мой эйлинг, срократия в моем эйлинге, 2017 год. Это Матильточка. Матильочка храняет цветы. Вместе с лягушей, с лягушарой, цветочки нам подарил Василий Валиянович. Матильочка очень рада. Она храняет цветы. Ну, это вот дизайн. Это я в Америке. Это тоже я в Америке. Смотрите, какая красотка. Просто суперзвезда. Смотрите, моя художественная связь. Какая красотка. Это тоже вот дома, на железнодорожной. Это вот тоже такой, как говорится, процесс ремонта. Это я, это я с моими девочками, с красоткой Матильдой и Просперуси на кровати. 2018 год. А это 2019 год. Я заказала пиццу. Тут тоже я на видео. Это моя фотография. А это вот этот дом. Кстати, из такой, я сейчас вам покажу. Это вот из такого разваливающего совершенно. Смотрите, вот это вот, так это после войны. Это как ветерану войны этот участок далее брал, как его там, Александров, Анатолий Григорьевич после войны. Он воевал во Риме во Второй мировой войне. Это отец Юрия, моего отца Александрова Юрия Анатольевича. И вот этот участок дали ему после войны с его женой, как там, Александровой Евдокией Дмитриевной. Это дом Мазанка, ну такая вот эта вот. После войны была построена очень давно. Она вся разваливалась, вы понимаете, вся разваливалась. Я столько денег уже туда вложила, там больше 700 тысяч рублей вложила в ремонт. Сейчас я вам покажу, вот это, все там вообще разваливалось. И посмотрите, какая красота стала. Посмотрите, вот это, вот он как, вот как это выглядело изначально. А это эллинг, вот таким я эллинг купила, вот таким я эллинг купила. Вот, смотрите, ровставни, с коричневыми ровставними, 4 этажа, серый сайдинг. Обратите внимание, серый сайдинг. Вот такой эллинг я купила у Андрея Путниноши. Это первый этаж эллинга. Просто показываю изначально, как это было и как это стало. Это я, это я в моем эллинге. Это тоже, это тоже я, только я в Америке. В 2008 году, такая суперкрасотка, обратите внимание, суперкрасотка, такая суперзвезда. Это тоже я, тоже я в белом пальто, моя художественная селфи. Это тоже я, это Матильдоси. Это я с Матильдоси. Ну, это мы тоже с Матильдоси. Так что вот. А это вот мисс Салман написал, но я ему еще не ответила. Смотрите. Мухаммин Билл Салман бин Абдуазиз Алсауд. 15 часов 10 минут. 30 января 2021 год. Просто показываю наглядно. Наверное, еще нужно было объяснить, потому что, если загрузишь, не совсем люди как-то и поймут, что к чему и почему. А я объясняю. Я загрузила, сейчас вам более понятно будет. Я загрузила вам вот эти фото, как это было, каким эллинг я купила у Андрея Путниноша. И каким красивым он стал, снаружи и внутри. Это мой дизайнерский проект. В общем, рассказываю, как было. Также вот этот старый дом, в который в эллинг я вложила мои деньги. Откуда я взяла деньги? Я продала мою квартиру на Воховском 410, Санкт-Петербург, Россия. Вместе с гаражом, которая у меня была после развода с моим бывшим мужем по-римаксу Лондански. Я продала за 15 миллионов рублей. Купила эллинг, огромное количество денег вложила в ремонты. Купила коллекцию одежды, часть мебели. Вот такие вот дела. И показываю, каким этот дом был на железнодорожной 20. И вообще показываю, как вот здесь вот, какой вообще красивый, тоже вот мне сделали и квартиру. Вот эту здесь, в которой я прописана 30 лет, 24 года постоянно проживала. Эта самая квартира. Вот. Показываю просто фотографии. Ну, это я загрузила с Ютуба, это понятно, да? Если я загружаю что-то с Ютуба, это просто самолет, который как-то вот он улетел, потом часть прилетела. Смотрите, мистический рейс. Просто фантастика, да? Сама тоже прочитала, сама, то есть, тоже прочитала, просто удивилась. Вы поняли, да? Это я на Ютубе посмотрела. На Ютубе посмотрела, не, на Ютубе, на этом, на Яндексе я открыла. Мистический рейс, 914. Время в полете 37 лет. Я уже читала про какие-то такие самолеты. Про какие-то такие самолеты, что рейс, знаете, я не знаю. Я просто это из-за интернета уже не первый раз. Знаете, такие рейсы, рейсы, как красиво, пиджаж сделать. Вот, что самолет, вы знаете, вот летел куда-то и пропал, там, с радаром. Вот, оказывается, смотрите, через много лет этот самолет видели опять в каком-то аэропорту, и даже дали, наверное, посадку. Вот я про какое-то другое, ну, это я не читала, я так в общем посмотрела. Через 37 лет он приземлился. Обычно, знаете, я интернетила, вот, что такие самолеты, то, что я смотрела по интернету, как говорится, они, в общем, да, им дают добро на посадку, и они садятся в аэропорту. Но, как правило, такие самолеты после посадки, вот, там явно видят, ну, во-первых, диспетчер, наверное, явно слышат, что кто это там такой, кто хочет приземлиться, и, в общем, явно понимают, что это что-то такое, ну, через 37 лет, вы понимаете, да? Что он может сказать, если ему дают, ну, я не знаю, как они, наверное, он там, как-то, или они сами, как бы, ну, в общем, точно я не могу сказать. В общем, эти самолеты, как правило, приземляются, может быть, в том же аэропорту, откуда они должны, куда они летели. Вот, это вроде американский самолет, он летел из какого-то штата в другой штат, вот, и он приземляется в аэропорту, но к таким самолетам обычно подъезжает огромное количество, как там называется, как называется, сейчас вам скажу, специальных служб, специальные службы подъезжают, пожарники, полиция, в общем, пожарники, полиция, ну, и все остальные службы. Ну, наверное, ФСБ, не ФСБ, а как там, как-то американское, ну, в общем, в разных странах по-разному. К таким самолетам подъезжает такое количество вот этих служб, что я читала, что, ну, знаете, как и получается, из того, что я читала, они, когда видят это, они приземляются, во-первых, вы понимаете, да, они 37 лет назад вылетели, и они как бы видят, ну, хотя, в принципе, не так много, не знаю, 37 лет назад, может быть, не так много и времени прошло, но количество того, что они видят за бортом, их это пугает. И эти самолеты, как правило, в общем, разгоняются, как они разгоняются, точно вам сказать не могу, но я читала об этом, и они снова вздумывают в небо и улетают. Ну, поняли, да? Ну, я не знаю, я, честно говоря, еще, знаете, пишу сценарий для фильма, знаете, агент 007, Бабшука,